вот я выбрал две монетки которые сейчас буду пытаться выгнуть первая это которая недавно нашел это 1 12 талера достаточно таком плачевном состоянии конечно там и видно и по серединке у нее есть разломчик небольшой по ходу трактор или что-то другое ездила и вот от одного друга еще получил монетку на выпрямление немножко на почистку это полу не полтора августа толстого 1754 или 56 год она тоже такая погнутая видно лежала где-то на дороге и немножко ее погнуло и я выгибаю такие монетки не просто я их нагреваю и тогда выгибаю тогда немножко легче вот такие полтора ки как этот они не из чистого серебра да то есть серебро очень низкой пробы она тонкая и во-вторых они очень часто бывают еще что покрывались серебром поэтому чисто сильно нагревать ее нельзя она может поотрескаться поэтому нагреваем ее очень внимательно сейчас я покажу как это все делается разжигаю газ да то есть нагревая не напрямую само собой напрямую на огонь нельзя класть монетки пускай она пока что нагреется немножко потом мы положим туда монетку то есть у меня не будет напрямую прямой контакт у него будет контакт только с металлом который там внутри нагрелся то есть он не будет перегреваться нагреется до более менее нужной температуры сколько к сожалению вот я так подготовился отлично что заметил что молоточка у меня нету я его не унес к сожалению в другую в другое место и сейчас дома его не туда и поэтому мне придется пользоваться менее удобным само собой инструментом да но я думаю так же самым он отлично подойдет пока монета нагревается что я делаю я кладу на дощечку на дощечка у меня и ну все считается что лучше всего из березы да у меня она из сосны нашей латвийской то есть мне ничего так плохого от этого я никогда не видела что она стесны так монетка нагрелась само собой монетка нагревается до такой температуры что ручками и и трогать не надо ну не стоит можно один раз как обычно один раз потрогал и понял так пока монетка горячая берем какой-нибудь не надо брать толстый надо брать такой тоненький потихонечку ее выгибать пока монетка нагретая она выгибается намного приятнее при этом из-за того что дерево по дереву до никаких следов от ударов не остается само собой следы от там где была погнута с ними ничего не сделаешь да то есть эти следы будут видны на таких более хороших более толстых монетах может быть и не видны особенно если сверху потом пола положишь оксидную патину а на этих на тоненьких всяких монетках ну там ничего не сделаешь они почти что переломываются насчет за счет этого побольше газа подать главное не перегреть тонкие монеты если тонкие тонкие монеты желательно чуть-чуть положил вытащил значит покажу толстые монеты они более-менее устойчивые тут у них большая большое количество серебра но тонких монет очень часто серебряная покрыться сверху и она просто начинают отколупываться если слишком долго поэтому когда начинает желательно потренироваться с какой-то очень малоценные монеты там потихонечку перейти я тут как какой-то взломщик с этим с этой монтировочкой стучит так сильно просто потому что у меня кухонный стол обычный бью я не так сильно как кажется и потому что на нем еще валяется несколько вещей всяких поэтому из этих вещей все звучит как будто я там фигачу со всей силой нет я не со всей силы я достаточно легко прикасаюсь когда монета нагретая она очень хорошо поддается очень хорошо поддается вот такого рода исправления я иногда беру другие эти другого типа инструмента более широкие монетка у нас горяченькая еще так теперь берем нашу эту монетку она уже из низкопроводного серебра то достаточно редкие монеты да но в те времена это была проходная монета на помощь и канилась только два года 55 56 год здесь мы не передерживаем здесь мы очень-очень быстро и аккуратненький так берем нашу самую тоненькую самую тоненькую нас не получится потому что она из-за того что стояла на дороге по ней всякие повозочки гоняли 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 и и мяли домяли полностью выпрямить низ но она будет намного лучше чем была до этого так наш полторак полторак толстого так вот выглядит здесь видите здесь вот это место разлома я его максимально прятал и теперь вот она выглядит так да ну не совсем красиво скажем так но намного лучше чем когда она полностью поломана так задница у нас выглядит вот так как всегда видим все три герба которые примерно около этого 1763 года ходили у нас в латвии курочки курочки 1819 года и 1800 и 1756 года от полторака вон там видно написано сзади полторак ну эти я уже показывал Продолжение следует...